Большое спасибо за возможность. Для меня большая честь быть здесь. Я работаю в Соединенных Штатах Америки, в онкологическом центре, и мы работали в рамках МДТ уже много лет. Как вы видите на слайде, есть очень много аспектов работы с пациентами, с онкологией, и, естественно, медицинская роль МДТ или мультидисциплированной команды действительно очень важна с точки зрения установления методологии лечения. Есть много аспектов ведения пациента, и многие из этих аспектов включают и роль медицинских сестер. Иногда медсестры, которые часы проводят с пациентом у его кровати, они знают и психологические, и социальные аспекты, связанные с пациентом, что происходит в семьях таких пациентов. Очень часто это забоченность. Например, захочет ли семья сделать все, что хочет пациент. А, скажем, тут могут быть и разногласия. И именно вот то, это та информация, которую медсестра может предоставить такому совету. И также это касается и плана медицинского ведения. И мы рассматриваем все аспекты ведения пациента. Существует эволюция такой мультидисциплинарной команды. Много лет назад в США мы начали с консультативного подхода, когда, как правило, медицинский онколог координировал план ведения пациента. И он вкладывал и включал различных врачей по необходимости. Затем мы создавали нечто вроде мультидисциплинарной команды. И использовали такой подход, когда разные члены команды собирались вместе и обсуждали аспекты ведения. И также мы используем междисциплинарный подход, когда различные члены команды, например, врачи, медсестры, социальные работники, навигаторы, так называемые финансовые планировщики, все они сидят вместе за столом. Раз в неделю мы собираемся и в очень короткий период, буквально за час мы обсуждаем все аспекты ведения пациента в связи с прибытием нового пациента. И каждый член, каждый участник этой команды вносит свою лепту в дискуссию с точки зрения того, как будет осуществляться план ведения пациента. Также использовался трансдисциплинарный подход. То есть не только обсуждение за столом по поводу того, что происходит с пациентом, но каждый человек берет на себя ответственность за реализацию плана и затем делает отчет, как реализуется этот план. В амбулаторном окружении мы говорим о том, что здесь необходимо посмотреть различных участников встречи, например, вот те сферы, и какие аспекты мы рассматриваем, какие потребности. Здесь не только план медицинского ведения, а как пациент отвечает, необходимо, чтобы менеджмент включился. И опять-таки здесь медсестра играет ведущую роль, что работает, что не работает, что следует улучшить. Да, наши встречи еженедельно проходят, но мы также ежедневно проводим такие обсуждения. Мы собираемся буквально на 15 минут раз в день, и мы обсуждаем все моменты, которые происходят у конкретного пациента на сегодняшний день. И вот в таких ежедневных летучках, это не обязательно вся междисциплинарная команда собирается, но это постоянный разговор, который является очень важным. И мы вносим изменения в план ведения пациента по необходимости. Естественно, такие встречи должны быть очень короткими, очень сжатыми, и каждый должен внести свою лепту. Но это нужно делать своевременно и адекватно. И, конечно, кто-то должен отвечать за документирование, поэтому все, что обсуждается, оно должно документироваться. Очень важна роль документации. Что касается исходов, как уже говорилось, у нас есть исходы, которые подвергаются измерениям. И вот, естественно, МДТ делает какие-то изменения. И мы смотрим на то, что происходило до работы междисциплинарной команды и после, и мы можем сделать выводы о том, что же стало лучше. И мы можем утверждать, что после того, как мы стали использовать помощь междисциплинарной команды, состояние пациентов улучшилось. Что касается администрации, что мы обнаружили, что касается Соединенных Штатов, междисциплинарная команда улучшила условия пациентов с точки зрения продолжительности лечения, нахождение в госпитале, а также продолжительности жизни, мы улучшили состояние пациентов с точки зрения того, что они реже возвращаются к нам. И вы видите, что данные показывают, что также и количество смертей уменьшилось. Я бы хотела закончить мою презентацию с тем, чтобы посоветовать вам воспользоваться помощью междисциплинарной команды, подумать о том, как разные доктора могут способствовать лечению. Продолжение следует...